Московские барбершопы пережили пандемию, но теперь им снова придется выживать. За последний месяц в России сотни тысяч мужчин были призваны в рамках частичной мобилизации либо уехали за границу. Вот как только объявили мобилизацию, мы, наверное, процентов 30 клиентов потеряли точно. И у меня друзья, которые работают в других барбершопах, барберы, руководители, владельцы бизнеса, тоже много… Все отметили, все отметили очень сильную просадку по клиентам, которая в дальнейшем только стала пока прогрессировать. Также парикмахерские для мужчин теряют работников. Плюс у нас Пашу, моего коллегу, мобилизировали, забрали, что тоже очень сильно сказывается на выручке. Некоторые барберы уже учатся делать женские стрижки, чтобы справиться с кризисной ситуацией. Центральный банк России на прошлой неделе заявил, что мобилизация создаёт новые проблемы, особенно для малых и средних предприятий. Одна из них – сокращение рабочей силы. Это поставит под угрозу производственные процессы. Также, по данным ЦБ, люди теперь отказываются от необязательных трат, например, на развлечения и такси. Кроме того, экономисты отмечают, что уменьшилось количество крупных покупок. Заявок на ипотеку тоже стало меньше. Власти пока не предлагают никакой финансовой помощи предпринимателям. Льготы предусмотрены только для мобилизованных и их семей. Им обещают кредитные каникулы, а также временное освобождение от выплаты ипотеки. Подписывайтесь на наш канал и смотрите мировые новости. Мы освещаем факты, а выводы делаете вы сами.